Доброе утро, дорогие друзья! Друзья, мы рады приветствовать вас! Вы смотрите очередной выпуск программы «Город женщин». Сегодня наш выпуск мы посвящаем теме здоровья, а в частности такой проблеме, как сколиоз и плоскостопие. Что же такое, какая она методика лечения и, конечно же, как же мы можем это все избежать в профилактических целях, обязательно вас научим и покажем. И мы начинаем. Итак, друзья, хотелось бы отметить, что такой проблемой, как сколиоз и плоскостопие, многие из нас встречаются именно в возрасте 10, 12 и 15 лет. И, конечно, эта деформация и проблема лечения этой деформации возлагается на плечи родителя. Сегодня в студию мы приглашаем успешную девушку, маму, бизнес-вуман. В общем, эта дама активна настолько, что мы хотим поделиться этой энергией и, конечно же, хотим узнать, как же она заботится о здоровье своих малышей. Встречаем Дарья Лаврова. Дашенька, добро пожаловать в «Город женщин». Доброе утро. Доброе утро. Вот так вот с осаночкой красивой, счастливой Дарья появляется в «Городе женщин». Даша, но сегодня у нас очень серьезная тема такая, да, это здоровье. Вот скажи, пожалуйста, сталкивалась ли ты с такими, порой даже ужасающими словами, как сколиоз и плоскостопие? Конечно. Сталкивалась с сколиозом с сыном, да, как раз, когда пошел в школу, врачи определили, что у него искривление позвоночника. Вот так вот. Потом столкнулась с плоскостопием, да, за счет того, что у старшей доченьки, ей сейчас 5 лет, на фоне полноты у нее вот стали вальгусные колени, которые, ну, иксообразные колени, и на фоне этого у нее образовалось плоскостопие. Ну, благодаря консультации со специалистами, ну, и, конечно же, как маме, надо же все равно усиленно наблюдать, массажировать, что-то делать, ну, конечно же, это тоже по определенной схеме, то есть самодеятельности не должно быть. Тогда вот можно поподробнее рассказать о своей прекрасной семье, сколько у тебя детишек, сколько им лет, и это, конечно же, твоя гордость, да? Конечно, безусловно. Значит, у меня трое детей, старшему сыну 20 лет, потом с большим интервалом родила старшую дочку, и вот третий ребенок, это тоже две дочки, получается, в семье, ей два года. Два годика. То есть такой достаточно большой, да, период у тебя, да? Да. Вот скажи все-таки, материнство тебе проще воспринималось тогда, когда было 20 лет назад? Вот именно в плане вот этой заботе о здоровье, вот этих, знаешь, каких-то материнских вот этих переживаний. Было проще тогда или было проще вот когда у тебя совсем малышка родилась? Конечно, было проще по молодости. По молодости. Все равно я обращала внимание на здоровье ребенка, но когда осознанные дети и возраст такой осознанный, да, в любом случае ты очень серьезно подходишь. Даже, мне кажется, иногда перебарщиваем, слишком много утрируем, больше углубляемся. Мне кажется, все равно это все должно быть без фанатизма. Ну, для галочки надо обязательно прообследоваться, да? И поэтому, конечно, сейчас совсем все по-другому. Другое восприятие. Конечно, чуть что сразу. Сразу к специалистам, на осмотр, хотя могла бы и обойтись, да? Какой-нибудь пилюлькой такой. Ну вот, а тогда вопрос, а насколько активная ты, мама, да? Ведь у тебя занятость-то 24 на 7, да, ты постоянно в телефоне. У тебя концерты, работа, ты преподаватель еще, да? Когда ты успеваешь-то уделить время своим ребятишкам? Знаешь, когда я родила старшую дочку, она всегда, я всегда ее брала с собой. Она вот с 4 месяцев, даже когда я выступала, это было лето. С кем-то она на руках, то есть с сестрой, там, с подругой, не знаю. Всегда она была со мной. Мои детки, вот особенно последние, вот две девочки мои, всегда со мной, везде. Сейчас просто прохладно, и слава богу, уже по возрасту и в саде ходят, поэтому днем можно все успеть. Просто есть желание, и у меня очень много энергии, мне хочется это все вылить и направить в правильное русло. То есть ты вот, мы видим сейчас фотографии, ты активно, да, занимаешься и спортом, да, и посещаешь там различные концерты, вместе с детьми, да, театры, все. Вот, и скажи честно, бывает такое, что ты вот сидишь и себя вот за что-то коришь, что что-то я не доделываю? Конечно, чувство вины всегда присутствует. Даже элементарно, съездишь на вечерние какие-нибудь мероприятия, ты час-два отсутствуешь и думаешь, боже мой. И дети из-за того, что я чувствую вину, они начинают еще больше эмоции свои показывать, там, плакать, капризничать. Я думаю, боже, если бы я не уехала, не приехала, поэтому стараюсь максимально быть с ними. Но, тем не менее, мы все равно должны понимать, что мы тоже имеем право на отдых, на свое хобби, на свое саморазвитие. Мне кажется, это важно. Тогда и внутреннее ощущение счастья наполняет и всю семью. Поэтому все время быть там, мне кажется, это просто... А вообще, ты считаешь себя счастливой женщиной? Конечно. На сегодняшний момент. Даже бывает, иногда задумываюсь, ну, бывает же у каждого человека, когда ты заморачиваешься, думаешь, боже, там не получилось, чуть-чуть расстроилась. Потом общие факты приводишь и думаешь, боже, я же счастливый человек, я еще такая удачливая, то есть мне там повезет, тут повезет. То есть, в целом, я очень счастливый человек. У меня и дети, и семья, и как творческий человек я очень реализована. Очень многогранна, то есть я человек, который универсально берет от жизни все. Вот, ну, это свойственно творческим людям, да? А вот скажи честно, хотела бы ты своим детям вот такую же судьбу именно в плане творчества? И вообще, приобщаешь ли ты их к этому? И вот честно, как мама бы дала наставление, вот я хочу, чтобы ты стал, не знаю, актером. Все-таки я учитываю желание ребенка и примерно знаю, какие предпочтения даже по, элементарно по знаку зодиака, да, какие предпочтения могут быть у ребенка и так далее. Поэтому это учитывается, и вот старшая дочка однозначно будет артисткой. Она все время везде поет, даже где не надо, везде поет. Артистка. Обязательно как-нибудь познакомлюсь с ней. И я очень рада буду, если она захочет стать артисткой. Я буду рядом, я буду помогать, направлять. Мне такого человека всегда не хватало, потому что... Чтобы рядом был. Да, чтобы кто-то из родителей был музыкантом, чтобы он целенаправленно отправил меня куда-то на нужное образовательное учреждение. Вот это все важно, когда есть поддержка, когда тебя понимают родные. Это, безусловно, очень важно. Поэтому я поддерживаю, и среди моих детей обязательно будут творческие дети. В любом случае, они такие же энергичные, как мамочка, но младшая точно. Есть с кого брать пример. Но все-таки, возвращаясь к нашей теме, мы говорим сегодня о здоровье, и затрагиваем такую тему, как сколиоз и плоскостопие. Ты сказала, что у твоих детишек это обнаружили, и у одного, и у второго. А ты все-таки прибегала к традиционным методам лечения или к нетрадиционным? К традиционным. К традиционным. То есть ты прошла в больницу? Да, обязательно по назначению ежеквартально проходили лечение. Помимо этого еще дома занимались, поэтому всегда под контролем держала. Ну что, Дашенька, конечно же, ты говоришь, что материнство воспринимается по-разному, что было 20 лет назад и что сегодня. И, конечно, медицина не стоит на месте. И сегодня мы решили, как можно глубже окунуться в эту тему. И для этого мы пригласили специалистов, которые появятся в нашей студии сразу после небольшой паузы. Итак, мы приглашаем в студию врача-травматолога-ортопеда, который является также реабилитологом, ортезист. Это Денис Малышев. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Добро пожаловать в город женщин. Ну и все-таки, конечно, необходимо разобраться вообще. Многие, допустим, считают, ну может быть, даже сколиоз каким-то таким, ну недостаточно серьезной проблемой, да. Или, допустим, многие путают вот сутулость со сколиозом, да. Все-таки с точки зрения медицины. Расскажите вот нам простым языком, что же такое сколиоз? Ну, во-первых, сколиоз, это, выражаясь простыми словами, это искривление позвоночного столба право-влево и вокруг своей оси. То есть раз-два и еще вот так вот. Ну, крутится, да. Различает четыре степени. Первая, вторая, третья, четвертая. Четыре степени. Да, четыре степени, да. То есть самое, вот мы сейчас, кстати говоря, видим такие небольшие иллюстрации, да, по поводу, да, вот. Можете немножечко прокомментировать, что мы видим на подобных картинках? Вот первое, это, соответственно, здоровый позвоночник, правильно? Да, здоровый позвоночник. И здесь также видно виды сколиоза. Виды сколиоза, это на среднем С-образный, ну как доллар. И на правом, самым крайним, это С-образный. Ну, то есть одна дуга, а там две дуги. А вот скажите, все-таки вот это мы видим, это касается взрослого возраста или у подросткового периода такое встречается тоже? К сожалению, да, вот, к сожалению, очень часто встречается именно вот в подростковом периоде. Вот как практика показывает, именно развивается большой процентов 70-80 в основном у девочек. У девочек? У девочек, у лиц женского пола. И в основном она развивается в период активного роста ребенка. В период активного роста. То есть вот те самые там 10-15 лет, да? Очень интересно, да? Хорошо, а как диагностируется? Легко ли сегодня поддаются диагностики подобные, значит, деформации позвоночника? Ну, бывает такое, к сожалению, что упускается момент, и, да, как говорится, ребенок-подросток, будь то мальчик или девочка, и как-то перед родителями не хотят там показываться и так далее. А там, если вот, например, родители смотрят, да, ну, там хоть малейшее подозрение, скажем так, да, вот, чуть-чуть, вот, уровень углов лопаток, либо на плечи, сразу лучше идите к травматологу-ортопеду. То есть вот мы сейчас видим разные степени, да, про которые вы говорили, 4, да, их, а вот скажите, пожалуйста, на какой степени еще возможно помочь ребенку, да, с помощью той или иной методики? И какая степень неизлечима? Четвертая степень, она, можно ее исправить все-таки или нет? Так, в общем, смотрите, есть два метода лечения, консервативная, то есть неоперативная и оперативная. Вот как практика показывает, консервативная метода лечения поддается максимально, это третья степень. Третья степень. Третья степень, ага. А четвертая степень, это у нас уже, к сожалению, оперативная. А вот на первой степени вообще не делают никакого корсетирования, а очень хорошая лечебная физкультура и гимнастика. Да, вы что? Вот то есть можно с помощью ЛФК и гимнастики все-таки все исправить, да? Да. Хорошо. А тогда вот, возможно, советы, да, родителям. На что нужно обратить внимание в первую очередь? Вот все-таки вы говорите о том, что родители должны заметить вот это первое, да, вот когда говорите плечо одно ниже и так далее. А может быть еще как-то наглядно можно по своему ребенку определить, что уже есть какая-то там, значит, стадия сколиоза? Ну, для начала через одежду это достаточно трудно определить. По-простому это надо будет как-нибудь однажды, ну, если не спереди, лучше сразу со спины смотреть на ребенка, да. Вот разность высоты над плечи, раз, два, и вот лопаток. Вот этого будет достаточно, чтобы вы посмотрели, например, родитель посмотрел и говорит, так, что-то тут не ладно, давайте пойдем в поликлинику. Вот и все. А там сделают рентген-снимок, один рентген-снимок, и там все предельно понятно будет. Понятно. Вот, Денис, тогда на ваш взгляд, все-таки вы у нас являетесь таком высококвалифицированным специалистом, а вот в этом возрасте родителям необходимо в профилактических целях приводить ребенка раз в год хотя бы в месяц на этот снимок? Или все-таки тогда, когда на это есть какие-то вот имена? У нас же в школах проходит диспансеризация, вот, стоит там обратить внимание. Если там не уловили, как говорится, да, то и, как говорится, своим ходом уже в поликлинику. Ну, вот чисто так вот посмотреть. А сколиоз это все-таки проблема какого отдела позвоночника? Ну, она по-разному бывает. По-разному бывает, да, Денис? И грудного, и поясничного. Вот так вот. Бывает отдельно грудной или поясничный, бывает грудопоясничный. А, бывает и такое. Хорошо, а тогда вопрос, чем опасны последствия? Последствия опасны тем, что вот при четвертой степени сколиоза идет угроза сдавления внутренних органов. Сердца, легких и так далее. Вот так вот, да, то есть... И эстетически это достаточно такая... Хорошо, это мы поговорили с вами о сколиозе. Давайте перейдем к плоскостопию. Плоскостопия тоже такая, можно сказать, чума 21 века, да, и, в принципе, если раньше это считали, ну, подумаешь, плоскостопый, да, плоскостопый. Многие даже радовались, в армию не берут, да, мальчики? Да, да, да. А сейчас все-таки к этому стали относиться намного серьезнее. Вот с чем связано появление плоскостопия у детей, вот в том или ином возрасте? Ну, если вот так вот посмотреть, если кануть, скажем так, прошлые года в СССР, в СССРе, там плоскостопия сильно не было, потому что обуви всегда были, соответствовали ГОСТ СССРу, понимаете, да. И в результате этого ребенок как начинал ходить, он начинал ходить такие вот обуви, и это уже была профилактика. То есть те самые советские сандалии, они, оказывается, были правильными? Правильными? Да. А сейчас на них глянешь, ни ступинатра, ничего, да? Ну, там все учитывалось. Высота каблука, жесткость подошвы, все это учитывалось. Держит крепко. А я еще, я помню, мне мама говорила, одевай на дочку, одевай. Я говорила, да ты что, это старый век, убери ты эти сандалии старые. Сейчас надо одевать вот такие, чтобы было... То есть все-таки тогда, наоборот, проблем было меньше, да? Да. А сейчас родители на это не обращают, видимо, внимания, да, при выборе обуви, или, может быть, по незнанию, да? Хотя врачи всегда говорят. Ну, да, доктора... Особенно вот до года. Да, доктора всегда говорят, просто как-то у нас получается, в общем, так вот. А эта патология бывает врожденной? То есть рождается ребенок сразу с плоскостопия? Да, врожденная бывает, но это в процентном соотношении очень малое. Мало. В основном это плоскостопие, в основном все приобретенное. Приобретенное все-таки, да? То есть и здесь нужно вот обратить внимание, в каком возрасте мы уже должны обращать внимание на то, что у ребенка могут произойти вот деформации в стопе. Да, самое главное, вот деформация у детей начинается вот именно в основном вальгусная. Если ставить ребенку до пяти лет плоскостопие, просто плоскостопие, это несколько, скажем так, неправильно. Неправильно. А вот вальгусная деформация, которую вы видите в среднем рисунке, именно вот это вот можно заметить. Вот это, да? Вот то, о чем говорила Дарья, да? То, что поставили твоему ребеночку, да? У нас больше колени иксообразные. А, колени были. Пятка вроде не кривая. Оттуда все идет, понимаете, да? Если провести простую аналогию, да, например, вот машина же есть, если у него стойки, ну... Ага, да, да, да. Даша сразу поняла. Да, если у него стойки сломаны, да, много говорят об этом. Да, и все вот, это отдает все наверх. Наверх. И точно так же, корень, да, люди все равно ходят, мы прямоходящие все, и в данном случае оттуда все и начинается. Вот так вот, да? Все-таки, смотрите, если установили, да, плоскостопие тоже имеет свои стадии? Да, имеет три степени. Три степени. Ну, еще четвертые, говорят, вот. Боже мой. Но в основном три степени. Три, встречаются три. И тогда вопрос, здесь возможно ли исправить полностью и первую, и вторую, и третью степень? Значит, надо учитывать, крайне необходимо учитывать возраст. Возраст. Возраст ребенка, потому что, как мы все знаем, основной костный рост останавливается у ребенка, ну, 18 лет. Ну, у девочек это 100% останавливается. У парней еще, у нас есть шансы. Да, да. А у нас все, да? Да. И поэтому до 18 лет можно что-либо сделать. Старше, к сожалению, ношение стельки, это просто будет останавливать на том этапе плоскостопия. Но уже как было, как в 18 лет или до 18 лет, к сожалению, уже не будет. То есть надо бить тревогу до этого возраста, правильно? Да, до этого возраста. И с помощью стелек ортопедических возможно восстановить все, да? Да, стелек совместно с обувью. А, обувь. И обувь должна быть? Обувь должна тоже ортопедическая. Очень интересно. А вот все-таки вы, как врач, да, ортопед, считаете, что родителям нужно в первую очередь диагностировать это как бы дома, да? Замечать и сразу бежать к специалистам, правильно? Ну да, но в основном же как дети до школы, по крайней мере же, диспансеризацию проходит осмотр. Ежегодно. Да, ежегодно с мамой, с папой. Так что там, я думаю, отпустить. А вот такой вопрос у нас тут задавали в редакции. А правда ли, что девушки, когда встают на каблуки, может уйти вот плоскостопие, нося каблуки? Наоборот. Наоборот? Наоборот. Там идет, понимаете, плоскостопие делится на продольное и поперечное. Продольное и поперечное. Вот, например, вот стопа, вот продольное и вот поперечное. А ты наоборот на поперечное. Да, когда вот так вот встаёте, вся нагрузка переходит на... На пальчики, ну вот подушечки, да. На передний свод стопы. Давайте по-простому будем выражаться. На передний свод стопы, на переднюю часть. И в результате этого очень часто у женщин от 30 до 50 и старше лет, скажем так, все жалуются, вон у меня какая-то там косточка вышла. Косточка вышла. Первый палец где, да, говорят, вот эта косточка, что мне с ним делать? А всё понятно, там уже информация пошла. Оперировать не надо. Рано одела каблуки, да? Рано одела каблуки и, получается, стельки не носила. И слишком много ходила. Да, конечно, красота требует некоторых жертв. Ну, не таких, да? Да, я так думаю, ходить куда лучше. Вот так ответил нам Денис. Ну что, сейчас мы должны будем прерваться на небольшую паузу, а после этого мы поговорим вот про те самые стельки, про те самые корсеты, с помощью которых можно исправить вот такой недуг, как сколиоз и плоскостопие. Итак, дорогие друзья, сейчас мы начнём с вами разбираться вместе с Денисом, врачом-травматологом. Прошу, пройдите к нам. А также приглашаем в студию Юрия Сидорова. Юрий является у нас также врачом-специалистом. И подробнее нам об этом сегодня Юрий расскажет. Вот начнём давайте с тех самых стелек. Вот сегодня, наверное... Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня медицина не стоит на месте, как мы уже говорили, да? И, наверное, с каждым годом вариация этих стелек, наверное, да? Прямо растёт с каждым годом. Вот подскажите мне. Да, материалов бывает очень много и назначений. То есть есть профилактика стельки, то есть это для повседневной носки. Покажите, как они выглядят. То есть... Давайте. Даша идёт к нам. Например, в этой обуви, например, они уже учитаны. То есть свод стопы уже тут учитан. А, то есть это вот зачастую... Мы должны вот туда заглянуть, да? И вот этот вот со ступинатором, стелечка, это для тех, у кого здоровые, да, ножки? Да. Для профилактики. То есть, если это говорить об обуви, об обуви, она должна быть... То есть задник должен быть жёсткий. Задник. Чтобы фиксировать голеностопный сустав в правильном положении. Всё. Пяточка. Так, запоминаем, уважаем родители, вот в детском саду приобретаем обувь. Самое главное, чтобы была пяточка твёрдая, правильно? Что касается вот этого ступинатора внутри, он необходим или всё-таки это миф? Что именно благодаря нему не будет у вас, у ребёнка, развиваться плоскостопие? Нет, это... Оно идёт же как профилактика, то есть, да? Это зависит... Как сказать? От нагрузки, то есть. А-а. Да. Мягче, мне кажется. Мягенькая, да, она такая? Она не железная же, да, там? Нет, она не железная. Она мягенькая. Хорошо, переходим дальше. Всё-таки, если вдруг, да, нам необходимо приобрести... Если это уже плоскостопие второй степени, нужно получается, да, если уже есть вальгусная деформация голеностопного сустава... Вот эти ножки когда-то... То есть, если нога смотрит вовнутрь, да, это уже вальгусная, то есть, нужна обязательно стелька при вальгусной стопе и обязательно нужна обувь с высоким жёстким заднем. А, он выше намного, нежели... Он выше намного, да. Обратите внимание, вот, насколько выше. Да, они очень высокие. Да? Очень высокие. И, соответственно, подробнее про вот эту стелечку. Мы видим, что она прям, ну, совершенно выглядит иначе, да? Да, здесь получается, это индивидуальная стелька, здесь полностью учитывается свод поперечный, продольный свод стопы. Да. Берётся, получается, у ребёнка оттиск стопы или же есть разные методы изготовления стелек. Это термоформовка, то есть, ага, сразу непосредственно на ноге делается. Есть ещё другая, получается, это гипсовый метод. Получается, берётся оттиск, гипсовый оттиск, поэтому гипсовому оттиску изготавливается сама стелька. То есть, вот эта стелька была сделана на индивидуально, да, на определённого ребёнка, да? Да, это, получается, гипсовый метод. Это гипсовый метод, да? Вот, да, можно посмотреть. Хорошо. Переходим к вот этой обуви, да, здесь у нас уже другая стелечка. Это уже антиварусная. Это антиварусная обувь. Чем она отличается на взгляд? Ну, вот, на первый взгляд, мне кажется, она то же самое, что и эта, нет? Тут существенное отличие идёт именно вот подошва, видите? Ага. Если в альгусной стопе, например, обычная подошва, да, а в этой антиварусной идёт наоборот наружу, если ребёнок косолапит. А, это когда вот при косолапости. И идёт отведение стопы наружу. А-а-а. И плюс к нему добавляется тоже стелька. В этом случае она идёт как готовая стелька. Ага. И супинатор идёт у него с наружной стороны. А-а-а. Обратить, я... Не с внутренней стороны супинатор идёт, а с наружной стороны. Вот, дорогие телезрители, вот я ещё смотрю на эту обувь, и я не могла долго понять, это левая или правая стопа. Честно, вот так вот, если посмотришь, очень сложно понять, левая это или правая, да, ножка. И вот здесь тоже, вот посмотрите по подошве, тоже непонятно, где вот, да, у нас эта выемка. И, соответственно, по стельке теперь мы всё понимаем, да, потому что у нас вот тот самый ступинатор находится... С наружной стороны. Вот так вот, видите? Интересно. Да, то есть нужно понять сначала, да, сначала к врачу, соответственно, устанавливаем, да, диагноз, класс костопия какой, да? Устанавливаем диагноз, степень. Степень, и затем обувь, но помимо обуви обязательно ещё стелечку, да? Вот здесь у нас... Потому что стелька без обуви, то есть она не работает. Вот, кстати говоря, многие родители думают, а приобрету-ка я такую стельку, ты так делала, да? И в простую вот такую туфельку. Да. Грубо говоря, если в ту же шанхайку положить, то лучше и не надо было приобретать стельку. Вот так вот. Работает только в комплекте с обувью, да? Здесь у нас что представлено? Это... Это чисто материалы. Какие они могут быть? Есть же разные... То есть у кого-то может быть аллергия на тот или иной материал, у кого-то сахарный диабет, то есть он должен быть... Робкий и так далее, да? Не таким жёстким, не таким мягким, то есть, чтобы не было... И чтобы не натирали. То есть даже на это нужно обращать внимание, да? Есть искусственные материалы, есть влаговпитывающие, быстросохнущие материалы. Здорово. Вот так вот, да? То есть даже бывают вот такие, да, тоненькие стельки? Нет, это именно, получается, материал. Материал сам. А, всё понятно. А вот скажите всё-таки, а есть различия между зимними стельками и летними стельками? Нет. Нет? Абсолютно нет. То есть там только идёт утепление. Утепление, да? Хорошо. Хорошо, но здесь у нас вот эта конструкция, это что-то уже пугает аж даже. Корсет. Да, это очень пугающий с виду корсет. Можно сказать, да, вот этот именно для консервативного лечения сколиоза. Это какая? Это корсетирование. Ну, примерно, какой стадии? Вторая степень. Это вторая степень, да? То есть это индивидуальная тоже, да? Да, это чисто индивидуальная. Вот так вот. Обязательно, это ранняя диагностика должна быть. Нужно обязательно рентген-снимок пройти, описание пройти, чтобы вывести угол искривления. Вот такой вопрос. При первой стадии обязательно уже носить вот этот же самый корсет и стельки? Нет, при первой стадии рекомендуется динамичное наблюдение. А динамичное наблюдение, то есть два раза в полгода, периодически делать рентген-снимки и грамотное ЛФК. А, ЛФК. А со второй стадии уже надеваем корсеты, приобретаем обувь ортопедическую. А вот если не секрет, сколько носить примерно такой корсет, если при правильной носке? Как быстро исправиться с колесовой степень? В сутки не менее 21 часа. То есть днём нужно и спать, ходить, то есть остаётся там, грубо говоря, 2-3 часа. На отдых. Да. Чтобы передохнуть и дальше, да? И опять вновь в этот корсет, да? Ну, итак, спасибо большое, уважаемые специалисты, что пришли и рассказали нам сегодня про такой недуг, как сколиоз и плоскостопие. Надеюсь, с вашей помощью наши телезрители сегодня обратят внимание на это, да? Сегодня посмотрят на своих деток, и дай бог, чтобы вы не встречались с такими словами, как сколиоз и плоскостопие. Итак, дорогие телезрители, следующий сюжет посвящён также теме здоровья. Внимание на экран. Что нужно для отличного самочувствия? Для современного человека оно состоит из двух важнейших частей. Это, безусловно, физическое здоровье и психологическое равновесие. Есть несколько отличных советов, которые смогут помочь улучшить своё состояние и сделают обычный день намного эффективнее. Итак, специалисты рекомендуют. В первую очередь вставать рано утром. Можно успеть многое и избежать лишних нервных ситуаций. А главное – зарядиться положительной энергией на целый день. Вы избавите себя от спешки, опозданий и переживаний. И захотите лечь пораньше и обеспечите себя здоровым восьмичасовым сном. Чтобы крепко заснуть и проснуться отдохнувшим, не наедайтесь на ночь. Так вы поможете своему организму быстрее восстановиться. Утром очень важно выпивать стакан тёплой воды, чтобы запустить внутренние процессы, а после сделайте небольшую зарядку. Если нет желания заниматься силовыми упражнениями, то можно ограничиться растяжкой и постепенно пробудить свои мышцы. Бывает, что некоторые предпочитают пропустить первый приём пищи и начинают свой день только с чашечки кофе. Так делать не стоит. Лучше встаньте пораньше и успеете обеспечить себя питательным и вкусным завтраком. Если вам потребуется максимум энергии на первую половину дня, то взбодрите организм цельнозерновыми кашами, сухофруктами и орехами. Ну или же приготовьте себе яйца. В течение дня старайтесь пить больше воды. Она ускорит метаболизм и окажет антиоксидантное действие. Так вы уменьшите риски переедания и подарите коже упругость и свежий вид. Старайтесь принимать еду только тогда, когда испытываете голод и не реже трёх раз в день. Ни в коем случае не наедайтесь под вечер после работы. Возвращаясь домой, пройдитесь лучше пешком и подышите свежим воздухом. А после заварите ароматный чай и посмотрите в окошко. Помедитируйте или примите душистую ванну. Отложите телефон подальше и не заглядывайте туда. Занимайтесь спортом. Выберите тот вид, благодаря которому вы не только улучшите свой внешний вид, но от которого сами получите удовольствие. На этом всё. Берегите здоровье и следуйте этим простым советам. Мы продолжаем наш эфир и сейчас мне хотелось бы представить нашего следующего гостя. Это Алевтина Григорьевна Петрова. Она является специалистом по стеопатии, мастер рейки, председатель конфедерации целителей Якутии. Здравствуйте, Алевтина Григорьевна. Добрый день. Знаете, вот пригласили вас сегодня неспроста. Мы бы хотели посмотреть на такую тему, как сколиоз и плоскостопие, но только с точки зрения психосоматики. Ведь это всё-таки говорят, особенно если в детской проблематике, это очень важно. Да, и вы знаете, я послушала предыдущий сюжет, и, конечно, я не услышала причин возникновения вот этого всего, и плоскостопия, и сколиоза, в чём оно кроется. Оказывается, вот здесь мы как раз с этим и разберёмся. То есть если посчитать, что ребёнок, который рождается, он берёт всю стратегию развития от мамочки. Представьте, женщина, девушка, выходящая замуж, она сначала, может быть, даже и не думает, что она родит, может быть, для себя захотела пожить, и вдруг неожиданно она узнаёт, что она беременная. И в это время, может быть, папа не готов быть отцом. И вот здесь идёт переживание, переживание родителей, которые неожиданно для них это всё, драматично происходит. Но самое главное, вот это состояние закладывается внутрь, и человек начинает вот маленький-маленький, пока ещё зародыш, который появляется, он уже начинает чувствовать, что его не желали. А если даже он родился, мальчик или девочка, допустим, кого-то хотели, и он не тот, которого ожидали. И вот здесь, в общем-то, очень такая, скажем, опасность в том, что этот ребёнок будет выживать. То есть он уже берёт бремя, и вот это самая ранняя причина сколиоза. А, то есть вот это вот прям бремя, вот как, знаете, я вот, кстати, читала на эту тему, да, именно статью, да, вот что то самое давление, которое оказывается на ребёнка, вроде бы как бы не физическое, да, а вот это эмоциональное давление, оно и оказывает воздействие вот на тот самый стержень, а это всё-таки позвоночник. Да, и вот именно позвоночник, стержень, вы сказали. Я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание на картинку, которую я принесла с собой. Первую, пройдите, покажите. Это первая картинка. И здесь как раз хочется обратить внимание, что окружает человека определённое поле. Кому интересно, можете глубже изучать, называется морфогенетическое поле. То есть человек – это как шарик, ну, внутри шарика, и он должен быть центрирован. И вот если человек, живя, он может иметь стратегию часто выходить из себя, я аж вышел из себя, то есть, получается, его поле сдвигается. И какие бы стельки, какие бы там упражнения или процедуры человек не проходил, это будет являться проблемой, пока он её не разрешит, пока он не почувствует гармонию внутри себя и не почувствует, что да, я в безопасности, я живу легко, свободно. Человек родился для радости. И вот этот акцент, он по жизни должен прожить, потому что стратегия выживания – это выживание в любви, гармонии и благополучии. Вот на это и необходимо, да, обращать внимание родителям, да, потому что, вот опять же, всё-таки я немножечко подготовилась, да, по этой тематике, я прочла такую интересную информацию, что у родителей, у кого вот у детей определяют, да, сколиоз, да, говорят, нужно обратить внимание на атмосферу в доме. Обязательно. И атмосферу именно в учебном процессе. Обязательно. И вот представляете, ребёнок, который, я услышала такую от врачей, вот в передаче фразу, девочки 10 там лет, и мальчики тоже, конечно. Они подвержены чаще. И вот представьте, в школе мы не всегда бываем успешными, кто-то не выучил уроки, кто-то хочет ещё лучше, от него требуют это мама там или родственники, а он не соответствует этому, и он на себя берёт этот груз, он чувствует себя виноватым. И вот здесь вот он, грустно. Вот это давление, которое человек, в общем-то, это чувствует. Так, да. Если, допустим, мы возьмём, что учитель, который преподаёт, и он занижает самооценку ребёнку, то он в скорлупку свою прячется, он не такой, как от него требуют, и для того, чтобы жить в этой стратегии, он приспосабливается, изворачивается, то есть он переживает определённые давления. Вот, тогда вопрос следующий, да, вот всё-таки, если вдруг переживания, все вот эти давления, да, неблагоприятная атмосфера дома и в школе, всё это оказывает воздействие, то как, допустим, родитель может помочь с точки зрения психосоматики своему ребёнку? Вот это самое интересное, что родитель – это тот ресурс, который даёт ребёнку всё. Если он будет в ребёнке видеть постоянную систему развивающуюся и давать эту питательную среду в этом развитии, создавая территорию успеха ребёнку, то это будут свои результаты, и даже несмотря, вот говорят, мамочка, она выросла в своих стратегиях, и, может быть, у неё были какие-то свои комплексы, то она, желая ребёнку самое лучшее, она создаёт эту платформу, и самое главное – любить ребёнка – это ключевое. это то, что даст ресурс ребёнку расти здоровым и крепким, без всяких выворотов. А что касается плоскостопия? Здесь-то понятно, на позвоночек это всё груз, а плоскостопие – это тоже от этого же груза? Вы знаете, ребёнок как раз, не только ребёнок, но и взрослый тоже, он выбирает определённую свою стратегию устойчивости. То есть ему надо выстоять в этой ситуации, где гонка за успеваемость, за лидерство. И вот эти вещи надо воспринимать относительно правильно. А что такое правильно? Правильно, если происходит давление или ещё, надо его разобрать, может быть, это не так страшно, и чаще всего это не страшно, поэтому… Нужно беседовать и разбирать это всё по полочкам. Да, знаете, тело никогда не обманывается. Если мы чувствуем определённое состояние, как раз это является ключевым напряжением или, наоборот, развитием для ребёнка. Поэтому, и не только для ребёнка, я, допустим, знаю одну женщину, женщину, которая, знаете, вот есть такие кифоз, не только сколиоз, когда вот, а ещё согнутые. Это, ну, горб, говорят, да? Да, да, да. Это состояние самобичевания. Зачем я родился? Меня все принижают. Это я, кажется, такой стану, что ли? Вот у меня, я часто себя вот недооцениваю, всё время в себя как-то этот… То есть меня ждёт вот этот горб, если я об этом не позабочусь сейчас. Но я вам сейчас покажу одну фишку, которая… Фишку, делитесь фишкой, пожалуйста. Дело в том, что именно грудь – это я-сознание. Вот он. И вот когда у человека появляется самооценка, его понятие правильно, что человек создан по образу, подобию Бога, и он априори не может быть плохим, и в этой стратегии развиваться, это будет продуктивным, гармоничным его развитие. То есть грудью вперёд надо. Да. А теперь вот именно для груди я бы могла показать вам… Быстренько, у нас есть немножко… Упражнение есть. Давайте. Так. Встали, подбородок утопили, ага, и голову как будто подвешили, да? Подвешили. Ага, руки опустили. Теперь в стороны ладони вверх, горизонтально руки поднимаем, головой не вверх, и не впереди, а именно горизонтально. Поднимаем ладони вверх, вы вперёд. На уши кладите. Куда класть? На уши. Не вот так, на меня посмотрите, Даша. Вот так положили. Положили. Ой, у меня платье сейчас треснет. И развернули, и положили чуть сведя лопатки на бёдра. На бёдра. И вот ручки на живот. Хоть. Хоть. И вот так, тын-тын-тын-тын. Ай, вот так тын-тын. Две минуточки надо запомнить. Открывается грудная апертура, и у человека снимается напряжение. Но в процессе жизни человек снова скукоживается. Вот так вот. Там сел или ещё что-то. Сегодня я постаралась, одела одно из своих любимых платьев. Ну а вообще, если честно, стиль – это искусство, это наука. И сейчас для вас мы подготовили сюжет. Какой же он стиль Эммы Уотсон? Свой стиль сформировать бывает не очень просто, но на помощь могут прийти звёзды. Изучая их образы, разбирая гардеробы, легко научиться различным модным хитростям. И сегодня урок стиля преподаст молодая актриса Эмма Уотсон. Все мы помним её со всем ребёнком в роли Гермиона Грейнджер. Распущенные волнистые волосы и мантия. Тогда её мало волновала мода, но сейчас девочка из Хогвартса уже повзрослела и гордо несёт звание иконы стиля. В её повседневном гардеробе мало чёрного. Если и есть тёмные цвета, то они всегда сочетаются в одном образе с более светлыми тонами. Она любит приглушённые оттенки и максимально удобную одежду. Это могут быть объёмные свитера, рубашки, футболки, кеды, комбинезоны, джинсы. Чаще всего она не экспериментирует в своих образах с различными принтами и броскими цветами, отдавая предпочтение однотонной одежде простого кроя. Уличный стиль Эммы Уотсон – это и классические брючные костюмы, и широкий вязанный шарф поверх косухи, и джинсы с широкими футболками. Также можно увидеть её в коротеньких пиджаках, а ещё она предпочитает объёмные сумки и минимум украшений. Главное – комфорт и простота. На её примере можно научиться собирать базовый гардероб или гардероб-конструктор, в котором практически все вещи отлично сочетаются между собой. Сама Эмма почему-то называет свой повседневный гардероб скучным, но мы с ней определённо не согласны, ведь её луки копируют девочки по всему миру, изучая фотографии, сделанные папарацци. Её вечерние выходы заставляют биться сердце чаще. Она придаёт образом ещё большей женственности, шика и утончённости. Нередко Эмма и сама прикладывает руку к будущей модели. Она следует определённым правилам, выбирая себе наряд. Если открытый верх, то значит по максимуму закрытый низ. Если слегка оголена нога, значит должна быть закатка вверху. В числе обязательных атрибутов актрисы – скромность и элегантность. Даже самый открытый наряд не превращает её в вульгарную даму. Что касается макияжа, то она максимально старается подчеркнуть свою естественную красоту. В одном из интервью она как-то сказала, «Самые красивые женщины выглядят так, как будто на них совсем нет макияжа». Мы зря прячем лица за слоем косметики. Надо уметь показывать их миру. Да уж, максимум, что на ней можно увидеть – это вишнёвую помаду, подчёркнутые брови и совсем немного румян. Учитесь у звёзд, но при этом не забывайте о личных предпочтениях. Ну что, я тоже в течение этого сюжета поменяла свой стиль. И сейчас неспроста мы находимся в спортивной одежде, на спортивных ковриках, потому что сейчас мы хотели бы познакомиться, во-первых, с Людмилой Зайковой. Она является инструктором хатха-йоги. И неспроста мы пригласили её сегодня в студию, потому что, как сказали наши врачи сегодня в начале нашей программы, о том, что стадия сколиоза и плоскостопия первая лечится только с помощью ЛФК. И вот сегодня мы, возможно, поможем кому-то излечиться от этого недуга, а для кого-то просто в профилактических целях изучить несколько приёмов. Ну, здравствуй, дорогая Людмила. Здравствуйте. Рассказывай. Я хочу сегодня рассказать о сколиозе с точки зрения фитнеса, с позиции фитнеса. В фитнесе мы работаем со сколиозом как раз разных степеней, по-разному. Если это первая степень сколиоза, мы работаем так, как будто человек здоров. Здоров. Да. И мы делаем определённые упражнения на вытяжение позвоночника. Давайте сделаем. Это я. Значит, становимся с вами на четыреньки. Колени обязательно должны быть под тазом, ноги на ширине. Плечь. Таза. Таза. Плечи. И ставим руки под плечами, запястья под плечами. Очень часто бывает, что человек смотрит вниз и видит ладони. И, ну, как бы... Неправильно. Кажется, что, да, кажется, что вроде руки под плечами, но руки под глазами. Надо поставить под плечи. Иначе будет такой поясничный прогиб. Неправильно. Ну, не совсем неправильно. Вредно для позвоночника в нашем случае. Да, и мы с вами пробуем вытянуть спинку в разные стороны. Наклониться головой вперёд и потянуть плечи туда вперёд. А таз скрутить вниз и потянуть назад. Такой тени-толкай. Давайте сделаем. Вот тени-толкай, я поняла. Округляем всё. И растягиваем в разные стороны. Но спинку поднимаем вверх и растягиваемся, вытягивая позвоночник. Это выдох. Голову ниже, спину выше, 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 выдох. Вдох, возвращаемся обратно. Коленки вернуть на место. И ещё раз пробуем сделать. Выдох, вперёд наклоняемся, растягиваем себя в разные стороны. Тени-толкай. Внешне выглядит как кошка простая. Вдох, возвращаемся обратно. Не забываем подтянуть подбородок. Да? Вот сейчас только что был сюжет про подтягивание подбородка. Утопите подбородок. Это правда, это правильно. Подтягиваем подбородок и тянемся на кушку. Подождите, у меня тут что-то. Ага. Так, дальше. Это на вытяжение позвоночника. А то они подумают, что я не утопила подбородок. Да, надо подтягивать. Хорошо, давайте дальше. Мы пробуем с вами растянуть себя ещё руками и ногами в разные стороны. Ногами, аккуратно сзади. Мы вытягиваем себя. Есть вот это упражнение, которое все очень любят. Вот это вот. А, вот это же ты наоборот качаешь, когда попу. Это когда качаешь попу. А мы не попу. А мы не качаем. Мы пробуем с вами вытянуться в одну сторону. А потом попробовать вытянуться в другую сторону. И сколько тянуть-то секунд? Смотря от искривления. Да, если это как раз-таки С-образное искривление, в одну сторону, мы пробуем на ту сторону, где оно больше, тянуться дольше. А, то есть, если туда меня тянет, я туда должна вытягиваться. Вот туда вытягиваться. Ага. А если у меня С-образный? А если С-образный, то с двух сторон одинаково. Ага. А другое дело, когда сколиоз немного выраженнее, это бывает заметно. Одно плечо ниже и таз немножко повыше, да? То есть, у человека бывает и С-образный, и С-образный. Мы работаем с такими сколиозами, нагружая ту сторону, которая ослаблена, то есть растянута, например. Очень часто бывает вот это вот, да, положение. Но это еще по лопаткам смотреть надо. Бывает, что у человека просто правая рука пишущая, и она немножко выше. Да? Ну, это нормально. Ну, допустим, у нас... Это феномен латерализации называется. У нас без этого феномена у нас сколиоз. Дальше что? Хорошо, если это все-таки сколиоз. Кривовастенькая. Мы пробуем с вами тут стороны, которые растянуты, закачать. Как? У меня есть в виду сделать сильнее, как раз-таки поднимая плечо. А, вот это легко. Вот эти вот движения все на подъем, пробуем с вами поднять руку и пошевелить ее вверх-вниз, вверх-вниз. Ой, а почему это у меня тянется с другой стороны? Потому что грудной кифос у вас немножко есть. А, у меня кифос грудной, вот так вот. А вот здесь, с этой стороны, наоборот, растянуть пытаемся и расслабить. То есть делать чаще упражнения на растяжение. О, тянется, да. Чаще, да. С той стороны, которая тверже. Да, то есть мы работаем все время так. То же самое бывает очень часто бывает с поясницей у людей. Да, с одной стороны поясница с таким диким прогибом, а с другой стороны плоская. И мы работаем по-разному на обе стороны. То есть одной ногой человек будет делать вытяжение, а с другой стороны как раз-таки подъемы вверх, пытаясь себе сделать прогиб немножко глубже. А, то есть если там нет прогиба, мы должны его сделать, а если он есть, мы должны его вытянуть. Если он есть и болит, его вытягиваем. Все, хорошо. Еще есть? Еще есть упражнения различные. Мы с вами попробуем встать и посмотреть. Я вот поверну спиной. Давайте. Спиной. Хорошо. Спиной. И нам нужно посмотреть, какая сторона у вас выше. Например, будем считать, что правая, потому что у вас правая просто пишущая сторона. Да? И мы попробуем с вами вытянуть руки. Да? И ту сторону, которая выше, попробовать опустить пониже. А ту сторону, которая ниже, поднять руку и тянуть себя вверх. А это вниз тяну или нет? Просто держим. При этом стараемся подкрутить таз вперед, чтобы он, подкрутить таз вперед, чтобы он стоял. Прочно. А эту руку стянем в сторону. Ой, мамочки, все болит, что происходит. Это нормально. Людмила. Как раз те упражнения, которые вам нужны. Мы пробуем здесь просто в одном месте покачать руки. Просто покачать. Туда, сюда. Вот так. В общем... Отпускайте. Давайте поговорим о том типе сколиоза, который считают типом сколиоза. Это грудной кифоз как раз таки. А, вот это моя. Гиперкететическая осанка. Мы пробуем с вами убрать плечи назад. Смотрите, вот таким движением тоже. Хорошо. Я смотрю. Вот. Да, смотрите. Мы откручиваем с вами плечи назад. Прямо вот круговым тщательным движением тянемся вверх. Но при этом ребра пытаемся спрятать внутрь. Ребра уводим внутрь себя. Еще, 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 еще. Да. Это трудно делать. О, тихо, я упала. Это трудно делать. Держу. Уводим назад вниз плечи. Вниз, ниже, ниже, ниже. Вот. И утопите подбородочек. О, что же подбородок, да? Да, еще макушкой тянуться. Еще и макушкой тянуться. И живот втянуть. О, боже мой, сколько. Мы пробуем с вами открутить плечи назад и оставить их там. Если дома есть резиночка такая эластичная, можно делать очень хорошее упражнение. Мы берем резиночку перед собой, представим, что она у нас есть в руках. И мы начинаем растягивать ее в сторону. А, вот так вот. Прижимая локти хорошенько к себе. Растягиваем в стороны. Не, не вот так. И теперь обратно очень медленно. Очень медленно. Закручивая себе передние мышцы и расслабляя задние мышцы, сводим обратно. Мы медленно растягиваем в стороны, но медленнее еще. Уводим назад. Откручивая непрерывно плечи назад и уводя ребра в себя. И тянемся еще вверх, еще улыбаемся. О, боже мой, сколько всего, а! Улыбаться, вверх тянуться, ребра, живот, резинка, грудь. Тело думает, что вы находитесь в стрессе и наоборот начинает округляться спина. Поэтому мы непременно расслабляем жевательные мышцы. Немножко улыбаемся. Улыбаемся. Вот улыбаться у меня получается очень хорошо. Надеюсь, это мне поможет. Да. Любые упражнения. Ну и у нас осталась еще одна минутка, еще одно какое-нибудь упражнение. Да, упражнение. Вы смотрите на устойчивость таза. Очень простое упражнение. Мы поднимаем ногу и стоим. И смотрим на устойчивость. И это будет? Это в том числе и на стопу. Да, то есть мы с вами пробуем остаться на стопе и стоять на трех точках. Здесь, здесь, здесь. Мы пробуем с вами остаться на стопе. Бок, бок, пятка. Да. При этом, если у вас колеоз, мы видим вот такую картину, когда таз начинает заваливаться, мы с этим боремся. А. Тянемся. То есть при сколеозе я бы так прямо не стояла, да? Да. А у меня бы было вот так. Немножко, да. А вот так у меня нормально. И я стараюсь повернуться на бочок, да? Желательно посмотреть в зеркало и вытянуть себя вверх, увидеть вот это западение. А, еще втянуть ребра. Да. Живот, подбородок. Открутить плечи назад. Вот так вот, да? И вот это, в принципе, можно же делать в домашних условиях. Можно. Не навредив себе, правильно? Можно, да. Вот так вот. Ну что, спасибо большое, Людмила, сегодня, что вот с помощью фитнеса нас проинструктировали, как можно в домашних условиях для профилактики заниматься, да? Вот такими упражнениями, растяжкой и так далее. И, конечно же, мы все вам желаем, дорогие друзья, здоровья в первую очередь. Берегите свой позвоночник, берегите свои стопы, ну и, конечно же, обращайте внимание на своих детишек, да? Потому что именно в детском возрасте начинают появляться такие проблемы, с которыми, в принципе, можно побороться. У нас на это есть медицина, у нас на это есть психосоматика и у нас на это есть специалисты в мире фитнеса. Поэтому такие проблемы, как сколиоз и плоскостопия, они излечимы. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Людмила, пару фраз от вас. Приходите после 15 лет, когда сколиоз уже сформировался. Вот так вот.